С самого утра на ипподроме было не протолкнуться. Развернулась ярмарка, работали аттракционы. К полудню зрители стали подтягиваться к главной сцене. Эта площадка официально открыла Челпазы. Самый зрелищный эпизод праздника – театрализованный пролог Хан Пиглер. Перед зрителями предстали герои-богатыри хакасских легенд. Такое внимание образу человека сегодня не случайно. 2016-й по национальному календарю – год человека. Одно красочное действие сменяется другим. На сцене – белый старец, покровитель древних родов. Спустился с неба, чтобы обрядами встретить духов местности и направить их во все концы хакасской земли. С пожеланиями изобилия и счастья людям в новом году. В финале театрализованного представления – главные обряды. Кормление огня и повязывание цветных лент на священную березу. В церемониале приняли участие представители республиканских и районных властей, а также Надежда Максимова, депутат Госдумы России. Такие глубинные корни, которые просто дают возможность чувствовать себя, свое отношение ко всему прошлому, что было с нашей страной, с этой землей конкретно. Чувствовать себя наследником всего того прошлого великого, которое было на нашей родине. Славный той друзей зовем, угощением встречаем. Говорим, начал нам. С Новым годом поздравляем. Древнее хакасские жилища с убранством, максимально приближенным к исторической реальности, на праздники Челпазы по традиции представляют все 13 муниципалитетов. Лучшую из лучших юрт определяет жюри. Наш район Таштыбский – это район таежников, рыбаков, охотников. Поэтому, вы видите, в нашей юрке столько много шкур. Это все наши добывают охотники. Здесь есть экстраграфические, исторические реалии, скажем, в артефактах отчувствия, но зато очень похвально вот эта попытка создать атмосферу вот этого хамского быта. Праздничные гуляния в честь хакасского Нового года продолжались несколько часов. Работали музыкальные, молодежные, спортивные, игровые площадки. Особое внимание к кулинарным все желающие могли продегустировать шедевры национальной кухни. А что обязательно в этот день должно быть на столе празднично? Ну, хакасские блюда, кугре, хам, мясо побольше. И вы это все умеете готовить? Все умеем готовить. Все попробовался, сходил, все национальные блюда, которые... Вот и хотелось, чтобы такие праздники проводились побольше, побольше. Потому что национальная кухня наша, она очень славная. Праздник Челпаза символизирует возвращение солнца, всего светлого и доброго на землю. И несмотря на хмурый ветреный субботний день, в финале гуляний лучи солнца все же пробились сквозь тучи. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.